Станимир, скажите, пожалуйста, пару слов о конференции. Как вы здесь оказались, в чем для вас суть этого мероприятия и каким вы его видите? В сущности, говоря о конференции, надо начать сначала, если я по-русски могу, хотя бы сначала, по-русски не знаю, как будет удобнее. Я очень благодарен тому случаю, что у нас появилась как студентка Ольга Мещерякова, и по этому поводу потом мы познакомились с ее папой. И так это продолжается уже многие годы. У нас хорошие отношения, и когда я получил такая просьба, такое задание, чтобы помочь сделать конференцию, это было для меня как задача, но было еще и приятное ощущение, что здесь можно сделать, чтобы будущее центральной России определяло здесь в научном смысле, что люди, которые хотят, у которых есть энтузиазм, сделать новые, по-новому, новые вещи, это будет еще будущее на Европу, на наши дружеские отношения в всем этом времени, которое у нас было. Так и получается, то, что я вижу здесь, обещают быть на долгое время. У нас будет еще возможность. Я вижу, что из этих молодых людей, которые говорили, по-английски говорят, ну, как сказать, половина хотя бы. И так у меня очень плохой опыт с китайскими друзьями, где получается намного-намного хуже. Конечно, на то, чтобы привлекать иностранных представителей, иностранных ученых, которые бы здесь говорили, надо хорошо бы по-английски. И еще, чтобы по правилам, как наши фразы славянские, они немножко витиеваты. Надо по-английски. По-английски это по-другому. Это все четко надо сказать. И будет, конечно, потому что научный мир говорит на английском. Английский это не тот английский, который в литературе читается. Это не Шейкспир, конечно, это такой конферентный английский. Но все-таки надо, чтобы мы друг друга понимали. Так я просто счастлив, что оно получается. Вижу даже, что есть люди из многих других университетов, из университетов страны, что они сюда стремятся тоже, чтобы получить доступ к международному признанию. И это надо, чтобы было видно. А делая эту конференцию официально, так, чтобы она регистрирована и в IEEE, так, чтобы у нее получалась хорошая видимость, это будет привлекать много и много новых людей. Так что я счастлив. А как Вы считаете, уровень наших научных работ, наши университеты и ученых, он соотносится с европейским, международным уровнем, как мы будем на рынке? Да, соотносится. Соотносится. То, что остается пока еще от нашего времени, потому что я уже динозавр, то остается так делалось по-другому. Большие формулы, очень много тексту. То, что абсолютно неприятно и неприемлемо, чтобы в слайде писались тексты. Нету возможности даже неприлично принуждать людей, чтобы они читали. И в то же самое время, тот, который будет говорить, он говорит, то это разделяет внимание. Слайды должны быть картинками, и чтобы оно показывало общую идею. Если человек хочет включиться в формулу, это отнимет больше, чем дает слайд. Он читается за минуту, за полтора минуты максимум. И надо, чтобы оно хорошо видно. Одно изображение сильнее делает впечатление, чем сто слов. Так что слова должны не употреблять написанные слова. То есть, если слово, то будет как оно обозначать разные направления, в котором мысль должна течь. А говор того, что представляет того ученого, он должен объяснять, показывая картинки. Те, которые картинки, он должен объяснять. А не то, чтобы человек читал в его текст. Это разница. В самом нашем времени не было таких слайдов, не было таких картинок. У нас, когда и делались картинки, то они на другом аппарате показывались. Было очень медленно все это. Но сейчас уже не то. И надо это менять, потому что такие стандарты в мире. Для ваших иностранных коллег, будущих, надеюсь, наших коллег, сказать на английском языке пару слов, почему нужно взаимодействовать с русскими учеными, с нашим городом, университетом, и почему нужно приехать на эту конференцию. Ну, там есть два различных способа, чтобы думать о этой необходимости. Вы имеете в виду необходимости, почему они должны быть интересны в нашей конференции здесь. Почему это должно быть, почему это должно быть так важным, чтобы сделать контакты между иностранными партисментами, и русскими партисментами в конференции. Это очень важно. Во-первых, это очень важно для русских людей, для исследователей здесь, чтобы показать их работ. Конечно, это должно быть изменено в таком случае, как это показано в других странах, в странах, которые говорят английский, или пытаются говорить английский, потому что уже есть определенный стандарт. И мы должны следить, что уже установлено. Конечно, ИEEE является американской организацией, но это не так много американской, потому что сейчас большинство людей, которые в ИEEE, не являются американскими. И это изменит. Многие годы назад, это начало, чтобы было, что большинство людей, которые не были из Украины, и, конечно, мы продолжим говорить английский. С другой стороны, я сказал, что это должен быть считан, что это важно для других людей, для людей, для других стран, как, скажем, Россия, Евгения, как Россия, и Украины, чтобы узнать, что происходит в России, и они должны приходиться. И они будут интересны, также, чтобы приехать, видеть, что-то, что-то важное, что означает, индустрия. Потому что нет так много стран, особенно в Европе, они держат индустрию. В Португале, потому что我 мать, гораздо более известен, что происходит в Португале. В Португале мы не имеем индустрии. Извините, коллеги из Португале, но индустрия не существует уже больше, потому что мы имеем много как сказать, продавцовое производство, продавцовое в Китае, продавцовое в других странах, и это не хорошо для будущего. Когда они видят здесь основу этой университет, которая является металлургическим фактором, или крупным фактором, это делает впечатление. И это очень важно для будущего. Поэтому, с одной стороны, это интересно для общественного сайта приехать здесь и увидеть, не только университет, не только говорить о своих презентации, но и увидеть, что тоже есть, что-то сделано серьезно. Серьезно, я имею в виду, что университет не монастырь. Университет должен быть связан с индустрией. Если вы не делаете это для индустрии, то это не имеет смысла. Последняя вещь для наших студентов, молодых ученых, которые только на начальном этапе с наукой. Буквально пару слов. Пару слов. Я счастлив, что очень много из молодых людей, которые я вижу, не только что они хорошо говорят по-английски, но они еще беспокоятся, хорош ли у них английский. Они меня спрашивают, вот это хорошо у меня получается, хорошо получается. Будет еще лучше, когда у вас больше контактов будет. Больше контактов, это не надо, как это, слугой быть кого-то, но просто у нас такой получился международный английский. Не совсем английский, он не такой хороший английский, но все-таки мы понимаем друг друга. А это более важно, потому что войны, они делаются, когда ты человека не знаешь. Если был такой французский фильм, когда они немецкого офицера забрали, потом нужно было еще помочь, они его освободили, чтобы он подтолкал к грузовику, подтолкнул. Потом, когда уже началось то опасно, что им завладеют немцы, они сказали, что ему лучше надо его очистить. А как же, говорят мои сни в одном университете, оказалось училис, как же это, надо убивать человека до того, как ты его знаешь. Спасибо.